Девушки отдыхают 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 Так, отвечу на комментарии, которые поступили к этому времени. Ирина Мельникова спрашивает, где моетесь, кушаете и так далее. Но я письменно ответил, что таких мест много на трассе, и в Якутии даже, и на Колыме. Но ехали в город, есть места, где можно остановиться на ночевку, на прием пищи. Таких мест достаточно много. И в Европейской части России, и на Урале. Я предпочитаю в дорогу брать с собой, скажем так, сухой паек, чайник, чтобы приготовить кофе или кипяток. И сладости беру, и серьезную пищу. Этому научила, скажем так, практика прошлых лет. Жизнь научила рассчитывать только на себя. Поездки, потому что... Ну, ту пищу, ту еду, которую можно употребить на трассе, нужно быть крайне осторожным. Принимать пищу там, где, например, кучкуются дальнобойщики. Они регулярно по трассе передвигаются и знают места, где можно без опасения. Пообедать, поужинать, позавтракать. Ну, а я, поскольку двигаюсь крайне редко, поэтому для подстраховки беру все необходимое с собой. Я бы еще вот на что хотел обратить ваше внимание и принять к сведению. На трассе довольно много, на всех трассах довольно много. Источников воды, источников. Ну, на дороге стоит знак, водопроводный кран. Так вот, рекомендовал бы брать с собой емкости и набирать воду в этих источниках. Это минеральная вода, ключевая вода, родниковая имеется в виду. У меня довольно часто возникает изжога. Беру с собой необходимое лекарство. Ну, вот, знаете, что интересно, и хочу обратить внимание, что там, где я брал воду в родниках или других источников, я как-то забыл про слово изжога. Есть источники, где, родники, где просто набираешь воду в емкости. Есть места, где эту воду надо покупать. Ну, минеральная вода. Стоит домик. Внутри находится человек, который может в вашу емкость налить воды. Может предложить свою тару. Такая вода Там, где продают воду, там она минерализованная, с газом, слабо газированная. Так что не пренебрегайте этими источниками, этими дорожными знаками и запасайтесь там водой. Я сейчас приоткрыл в автомобиле окно, поэтому шум в салоне усилился, проветриваю салон. Цены на воду разные. Полутора литровая пластиковая бутылка, если она если у вас нет, вернее, то там на месте можно взять и пластиковую бутылку и набрать воду. Это где-то в 10-15 рублей обходится. Ну, 5-6 бутылок на несколько дней хватает. Таких источников в России очень много. И поэтому, планируя маршрут, можете на карте отметить, забить в навигатор. Они родники и эти вот источники, они на небольшом расстоянии от трассы, там, 3-5, может быть, 10 километров. Вот, но оно того стоит, чтобы туда заехать и решить проблему с водой. Я не покупаю воду. Стараюсь не покупать воду в придорожных магазинах, кафе. Предпочитаю набирать воду вот там, где уже сказал. в отношении пищи, значит, ну, если будете видео просматривать, то в Кемеровской области в Кемеровской области утром один дальнобойщик сделал объявление на пятнадцатом канале. Назвал место на трассе, где накануне он останавливался и обедал. Получил отравление. Ну, серьезные были последствия. В общем, выкарабкался, назвал место на трассе, где получил это отравление и просил всех, кто его слышит, по радио предупреждать водителей. какая-то будет серия, я не знаю, но там называется конкретно кафе, где оно находится. Ну, сам водитель об этом сказал. Ну, кроме того, я еще беру с собой вот эти лекарства разной гели, потому что рассчитывать на трассе нужно только на себя. Особенно вот в европейской части России. Совсем другие взаимоотношения между водителями на севере. Ну, я говорю, если будете полностью просматривать серии, вы в этом убедитесь. вот я не учел то, что открытое окно будет перебивать комментарии, то, что я говорю в салоне автомобиля. даже сам не могу понять, о чем там идет речь. Ну, это я говорю, включил, открыл окна, чтобы проветрить автомобиль. так, Сергей Трошин. Я бы ни за что не стал ночевать в машине на неизвестной парковке в чужом городе. Можно или проснуться без машины, или совсем не проснуться. Уже лучше на трассе у заправки или на стоянке с дальнобоями. Да, я так и делаю в основном, но не всегда это получается. Сам Эрвей пишет лучше где-нибудь в лесу в машине остановиться, где людей нет. Ее прожжект от ВИЧС продолжает согласен, опасно, сейчас жизнь такая, что никому нельзя доверять. Ну, я бы не сказал, что так драматично. Да, такое было лет семь-восемь назад, когда на трассах был беспредел, хватало разного люду и мошенников, на трассе было как грязи, ну, и хулиганья тоже хватало. сейчас гораздо спокойней, ну, по крайней мере, я вот сколько проехал, два месяца почти ни разу не слышал, чтобы по радио кто-нибудь там жаловался или предупреждал, вот, сейчас эта проблема я думаю, решена. Во-первых, все автомобили большегрузы, они радиофицированы, то есть информация моментально распространяется на трассе, а 15-й канал прослушивают и гаишники. То есть в этом плане можете не сомневаться, проблем с беспределом на трассе нет. У меня было два случая вот в этой поездке, когда был вынужден остановиться на трассе, ну, это на Колыме, на Колыме и в Иркутской области. На Колыме я волновался, что дикие животные могут заявить о правах на свою землю. это сейчас одно место не смогу назвать, название не помню, а второе это возле поселка сосунам на заправке. Вроде бы заправка, вроде бы поселок, люди, но тем не менее было волнительно, потому что вплотную к заправке вот эти деревья, лес, тайга. опасался медведей, чтобы медведи не вышли и не разбудили, мягко говоря. На трассе в Иркутской области там допустил ошибку, сам лоханулся, уже темнело, подъезжал к Иркутску, надо было заехать в город и где-нибудь возле супермаркета переночевать на площадке, там асфальт и ну, оживленно, нормальное место, а я решил по объездной поехать и пожалел об этом сильно. Стал интересоваться по радио дальнобойщиков, где можно на объездной дороге восстановиться на ночь. Мне посоветовали ехать в Слюдянку, это 70 километров от Иркутска 70 или 80 плюс эта дорога это серпантин, горы, то есть вариант был неприемлем. Но опять-таки это все на видео есть с моими комментариями, с моими объяснениями. Так что если кому интересно смотрите и слушайте комментарии. Сергей Трошин написал ехать по отличной дороге меньше разрешенной скорости это нонсенс. Ну Сергей Трошин вот нужно знать значение слов, которые употребляете в своих комментариях. ранее я уже объяснял неоднократно в комментариях почему я еду с такой скоростью. И далее в комментарии из салона автомобиля я тоже неоднократно об этом буду говорить. Но сейчас повторю еще раз. Значит скорость выбиралась по двум причинам. Во-первых на большой скорости видеорегистратор системы антидрожания она не справляется и картинка получается смазанной такой дрожащей. Это первое. И второе то, что я двигался с максимально выгодной с максимально экономичной скоростью расход бензина. Это очень немаловажный фактор при движении вот на такие расстояния. Так что читайте внимательно слушайте внимательно мои комментарии о которых я говорю в салоне автомобиля. Многие комментарии я уже ответил письменно. Сейчас движение в лесном массиве слева и справа на большом расстоянии нет населенных пунктов места кое-где заболоченные ну а так в основном леса. Впереди село Островское с правой стороны по ходу движения трасса трасса R243. Недостаток про видеорегистратор скажу, что недостаток видеорегистратора в том, что нет автоматической экспозиции. то есть нужно регулярно корректировать освещенность картинки во время движения это не всегда удобно и невозможно следить за качеством изображения полотно дороги сами видите замечательное и обочина и разметка на дороге тоже будут участки где идут ремонтные работы организовано реверсивное движение то есть без проблем можно двигаться между городами дороги в хорошем и отличном состоянии в этой части территории России Росавтодор заслуживает высшей оценки реверсивное вот еще мой просчет то что качество комментария в автомобиле отвратительное интересный комментарий от Сергея отрошено неужели заранее нельзя было забронировать места в мини гостиницах на трассе или в городах ну я в следующий раз так и сделаю особенно в мини гостиницах на трассе и плюс еще закажу чтобы привезли туда пиццу заодно подвезли бензин в мини Впереди камера 60 Радар спила, ограничение 60 Ну вот, характерный звук, это я пытаюсь подстроить экспозицию На качество картинки здорово влияет облачность С одной стороны хорошо, что солнце не бьет в лицо, не слепит А с другой стороны постоянно меняется освещенность Постоянно меняется яркость картинки И уследить за ней Но это невозможно Повторю, что экспозиции автоматической на Trend Vision нет Единственное преимущество и хорошая функция то, что меняя экспозицию можно наблюдать за яркостью картинки на экране И устанавливать экспозицию Ну, скажем так, визуально на глаз во время движения Повторю, что это 60-я серия маршрута Мурманск-Магадан Вернее, участок Мурманск-Магадан 60-я серия с начала старта Отсчет идет от Москвы Шестой день движения С правой стороны по ходу движения Поселок или село Островское Трасса Р-243 Движение на восток Ну, качество дорог в сравнении Лет 5-7 тому назад Очень сильно изменилось в лучшую сторону Было бы замечательно Спасибо, не надо Вот эти вот услуги Они уже достали и мошенники, и проходимцы Так, о чем я говорил Качество дорог резко улучшилось Стало гораздо лучше Ну, недостаток Который я отмечаю по всей России В большинстве, вернее, регионов Где выезд на трассу С грунтовой дороги Ну, никак не контролируется И сельскохозяйственная техника Выезжая на магистраль Тащит за собой куски грязи Почвы И на протяжении сотен метров Оставляет такие вот За собой следы Это очень опасно Во время осадков Во время дождя Когда грязь размокает Сцепление с дорогой резко ухудшается Ну, и там до беды недалеко Поэтому Росавтодору Да и другим службам В этом плане нужно Какие-то принять Предпринять меры Надо исключить Случаи, чтобы Транспорт Не размазывал грязь С грунтовых дорог По Полотну трассы Иной раз едешь Видишь, ну, дорогу Только полотно заменили Только там Ну, может быть Неделя Может быть Месяц Еще разметку Не успели Нанести А на трассе уже Куски грязи Глина Глина Мало того, что это Неприятно Глина застывает Там она как Кочки получается Но это еще и опасно Вот в этом плане Конечно Культуру Вождения И как еще Объяснить Это одна из проблем И таких Участков Будет довольно много В следующих сериях Сможете Сами В этом Убедиться Ну, на карте Смотрю Довольно Много Ручьев Мелких Заболоченности Не вижу Километров На двадцать На тридцать Впереди Вроде бы Только лесной Массив Но Крупных Поселков Населенных Пунктов На карте Нет Ну, ладно Я заканчиваю Второй комментарий Может Что-нибудь Разберете О том Что я Бормочу В салоне Автомобиля Смотрите Пишите Спрашивайте Я думаю Может быть На трассе Где-нибудь Взять Такое Масло В хорошем Магазине Заливать На сервисном В сервисном Пункте Я даже не знаю То есть И фильтров не будет Блин Ты там посмотри Какие фильтры нужны Там масляные Надо было Дома Все это Заготовить Заготовить Ну В общем Думаю Магазина 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 Да ладно, ты бикаешь. Так, объезд, иного ребята придумали вы, а тут мост строят. Так, объезд, иного ребята придумали вы, а тут мост строят. Так, объезд, иного ребята придумали вы, а тут мост строят. Так, объезд, иного ребята придумали вы, а тут мост строят, иного ребята придумали вы, а тут мост строят. Так, объезд, иного ребята придумали вы, а тут мост строят. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...